всем привет с вами алексей и у меня сегодня на обзоре для вас интересные вещи для многих кто любит ретро гейминг это не будет каким-то открытием это у нас приставка хэми здесь написано sd но раньше она продавалась под названием хэми 4 и расположение кнопок было немножечко другое и стоила она дороже это приставка сейчас продается в нашем городе за обошлась мне в 2 390 а вообще у нас продаются хэми 4 именно который хэми 4 ну стоили на 100 рублей дороже 2 500 там 2 600 2 до 2 800 доходила сцена совместима с микро sd картой хэми издэ везде написано не хэми 4 а хэми хэми 4 были кнопочки немного в другом месте давайте посмотрим что же у нас тут ожидает коробки ну что же хэми изди у нас здесь нарисованы написано что у нас от отцы адаптер и штекеры на джойстиках штекеры нарисованы такие как на старых ну то есть не стеговский а штепселе от супер ниндендо старая еще которые еще давным и давно который было и у нас здесь нарисовано а в вход в выход аудио видео вход питания смотрите вход питания нас нарисован то что мини usb используется и слот для микро sd карточки хотя в хэми 4 использовалась мини sd обычная sd карточка так что же тут еще есть какие отличия ну в общем здесь в принципе тоже все то же самое нарисовано показано что как подключать давайте комплект астронометр гарантийный дало мне даже дали подписать все дела чек у нас здесь имеется чеки вот 2 390 кабель для подключения к телевизору как мы видим у нас здесь три тюльпана это значит что у нас будет стереозвук то есть на левый правый канал даже есть что стереозвук у нас будет джойстики джойстики в принципе взял я эту приставку ради того чтобы поиграть в сеговские игры несмотря на то что у меня есть можно сказать супер ниндендо многие говорят что это лучшая приставка для ретро гейминга но как играть mortal kombat не имея шесть кнопок просто неудобно я в магазине попробовал изначально как нажимаются кнопочки и в принципе мне понравилось как нажимаются кнопочки и все это дело стоит меньше чем какая-либо новая игра там на playstation 4 и xbox one тут есть переключение кстати даже кнопок normal turbo slow что эти режимы изменяют в джойстике я пока не знаю это мы посмотрим по ходу игры крестовина у нас с небольшим подъемом то есть она такая вот чуть 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 похоже на стик нажатие очень четкие и кнопочки в принципе тоже нажимаются довольно таки неплохо и они выпуклые если вы смотрели один из моих каналов то увидели что я пытался воссоздать сегу купив два джойстика из китая у них здесь крестовина тоже такая выпуклая вперед есть кнопка старт но нету кнопки select и кнопочки у них вогнутые туда вовнутрь но в принципе тоже неплохо можно играть есть разъемы usb кабель довольно таки длинный эти джойстики можно с компом использовать приставки хэмим в общем джойстики мне больше понравились ну что джойстиков у нас парочку штук давайте посмотрим кабель в общем длина провода замерив рулеточкой метр сорок четыре вполне неплохо также у нас здесь есть блок питания с обычным мини usb разъемом и вольтовка у нас здесь 5 вольт 600 миллиампер то есть если у вас есть обычный кабель мини usb то можно даже записать просто от телевизора и это круто сама приставочка посмотрим что она для себя представляет разъемы по два джойстика здесь у нас в отличие от предыдущей версии player 1 и player 2 здесь выбиты на самой консоли там были написаны нарисованы кнопка reset кнопка power power включение с этой стороны хоть в инструкции у нас написано что sd карточка здесь же micro sd в предыдущей версии было sd sd обычная карточка micro sd в этой версии и разъем под питание мини usb обычный провод мини usb и думаю у каждого есть так что можно подключить к телевизору и он будет приставка будет включаться питаться от телевизора что принципе довольно таки удобно по размеру приставка смотрим nintendo mini classic который считает супер приставка для ретро гейминга и хэмми и sd как мы видим по длине она такая же по ширине по ширине она даже немножечко меньше и по высоте хэмми и сди даже меньше чем супер ниндендо от компании ниндендо конечно качество здесь уступает все-таки ниндендо есть ниндендо чисто японское качество хотя тоже сделано в китае чистое китайское качество сделано в китае кстати на коробочке я вам хотел показать сразу количество игр у нас здесь заявлено 166 игр стройных что в принципе чуть чуть меньше чем было в хэме 4 там больше 300 было очень круто что есть l1 то есть не нужно на sd карточку ничего качать то есть тех игр которые встроены в принципе достаточно если недостаточно можно всегда докачать что-нибудь на sd карточку запросто восполнить про пробел тех игр в которые вы хотели поиграть но интересно знаете чем не здесь интересно то что у нас ниндендо на ниндендо можно поставить также игры от дэнди от сеги от супер ниндендо здесь у нас дэнди сега в принципе без всяких заморочек но на супер ниндендо это конечно танцы с бубнами с какую-то прошивку там надо искать с компом компу все это дело подключать игры качать но в общем если вы плохо в этом разбираетесь если у вас там но руки короче не совсем прямые то вам будет этот большой заморочек в принципе даже мне не охота этим заморачиваться проще намного на sd карточку кину и рома игр каких-нибудь просто запихнул эту штуку без всяких проблем и все игры на приставке это очень круто не знаю как на этой но на хэме 4 можно было еще проигрывать об музыку в mp3 формате и смотреть фотки jpeg формата можно может ли эта штучка или нет это мы сейчас и узнаем да уж самое главное то я забыл подключить джойстик чпонг так и у нас тут 16 бит нажимаем старт села почему-то я не вижу чтобы здесь было battle танк почему-то я не вижу выбора дэнди и всего такого так ну что ж ребят это у нас урезанная версия получается она работает только на 16 бит можете посмотреть давайте по щелку в общем здесь только на 16 бит можно загружать любую игру от сеги и играть только в играть сеги возможности здесь просматривать фотографии или слушать музыку по по ходу нет и играть в игры от 8 битных приставок тоже возможности нет так что если хотите чтобы у вас была эта возможность то ищите них и местные а хэме 4 потому что это такого делать не умеет да ребят в инструкции об этом ничего не сказано сказано что можно только ставить рома различные на sd карточку и включать игры 16 битные с sd карточки музончик слушать и смотреть фотки нельзя поэтому а видимо у нее такая низкая цена тогда зарубим валадина игрульки то на русском так начали был косячок какой-то так такое ощущение что с тормозами идет музон до ромчик здесь работать не очень первый звук тоже такой не актив так ну что ж поправку поправку ля в один щека давайте посмотрим что такое battle toads 2 сега даже по-русски сега написано офигеть а но это battle toads double dragon я так понял да 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 вот эта игруха то что надо рейл лицензии рейл интернесс в общем рома здесь на русском языке и это круто все будет так тормозное да музончик здесь тормозной графини тоже как бы такой оставлять желать лучшего в общем народ если хотите нормальную ретро приставочку лучше там переплатить 100 рублей 200 и взять именно хэми 4 а не эту приставку здесь только 16 бит и качество я вам скажу так себе шляпа полная нет джостики кстати работают неплохо в этом плане проблем никаких но сами рома и как-то они идут еле-еле я щас конечно попробую скачать ромчик ромчик ромчики на sd карточку и с sd карточки запустить так давай соник ужас ужас ниндзя черепашки но это fighting против ниндзя черепашек тоже тоже ему звук отстаёт я помню эту тему невозможно слушать так сами игры в принципе неплохо идут зарубать в эти группе одно удовольствие но черт побери слушать этот ужас отстающий звук это конечно жесть полная в общем ребят ожидания мои от этой приставки не оправдались приставка оказалась полным нищим пробовал я sd карточку сюда вставлять попробовал туда рома закидывать пробовал закидывать и вместе ну в архивах без архивов в рар в архиве в zip архиве в папке без папки ни хрена не воспринимает sd карточку мне кажется вообще она просто отпаяна ну или просто вообще она не поддерживается здесь просто сделан разъем просто для прикола разбирать ее я пока как бы не буду потому что у нее пломбы стоят если я разберу могут отказать короче в возврате денег а так ставил на 16 во всех форматах ntfs xfat32 xfat в разных короче ну разными в общем все способы перепробовал форматирование карточки и ни хрена sd карточка здесь микро sd карточка не работает приставка не воспринимает sd карточку никак вот такие вот дела пишет она что она пишет она пишет в принципе что с sd карточка что без sd карточки если мы пишут такую вот надпись и все sd карточку не воспринимаем короче поехал я когда отдавать обратно эту приставку такой шлак нам не нужен за 2390 рублей полнейший шлак так что если хотите ретро приставочку хорошую выбирайте чтобы кнопочки были вот здесь и здесь было написано хэми 4 это ни в коем случае не брать не повторяйте моих ошибок вот я поехал короче сдавать эту приставочку потом расскажу что дальше было попробую найти хэми 4 все таки в нашем городе и возможно мы вернемся в дальнейшем к обзору уже хэми 4 ну что ж ребята ретро приключения продолжаются и как вы видите опять я взял не хэми 4 а игровая мультимедийная система титан 2 интересно как выглядел титан 1 хрен его знает ну в общем сдал эту приставочку значит хэми SD и пошел в один магазинчик где продавались хэми 4 и там был как бы это владелец этого магазина я говорю хэми 4 есть там где-то последняя коробочка вот с этой приставкой стояла где-то высоко где-то где ее практически не было видно он говорит есть вот титан 2 и она даже круче чем хэми 4 ну один хрен то же самое в общем говорит по начинке по ходу вроде как должно быть то же самое комплект здесь в принципе наверное такой же смотрите проводочек с тюльпанами видно что у нас тоже два красных провода нет все нормально со стереозвуком коробочка тут более-менее такая вот ну то есть есть отделы сделана она вроде как уже от компании магистр видите коробка где отдельно все лежит блок питания джойстики и сама приставочка то есть все более цивильно сделано в отличие от той стоимости этой приставки тысяча две пятьсот то есть всего лишь сто десять рублей доплатил и получил вроде как приставочку получше смотрите выглядит она вот так вот прикольно и здесь вот такие вот какие-то прям даже как прорезиненные такие вот штуковины вставки есть выглядит вполне неплохо напоминает знаете еще продавались продавать продаются в таком же корпусе дэнди и сейги и вот в таком же корпусе сделали можно сказать хэми 4 здесь разъем тоже под sd карточку и ну видео лр тюльпаны вставляются и здесь у нас что плохо то что блок питания на 9 вольт то есть запитать от телевизора каким-либо кабелем у нас не получится что вот мне нравилось предыдущий то что можно было как бы разъем питания был от мини usb здесь же разъем питания от блока питания на 9 вольт на 9 вольт и сколько там ампер так не написано 9 вольт 180 ампер в общем такой специфический блок питания и если он вдруг выйдет из строя то короче замену будет сложновато найти что не скажешь про те блоки питания которые ну в принципе сейчас везде стандарт 5 вольт и там 500 от 500 до 1000 миллиампер джойстики я тоже потыкал джойстики вполне неплохие здесь они более даже интересные такие вот у нас хотя листовина ну тоже так же в принципе мне кажется мало чем отличается но разноцветники черненькие с синенькими кнопочками прикольно она эта приставка у нас в отличие от той давайте в сравнении ее с той же SNES Mini эта приставка у нас чуть чуть выше и чуть чуть больше по ширине но по форме практически практически идентична иметь тут две кнопочки меню не сброса меню он и для двух джойстиков с этой стороны тут SD карточка питания и все такое вот такая вот приставулька приставулька подключим и рубанемся попробуем посмотрим а не отстает ли там звука и все такое ну и так вы можете наблюдать приставочка джойстик ну и давайте включим ее power on off погнали так я надеюсь ее правильно включил да все правильно вот такая менюшка она немножечко отключается от Hemi 4 SD карточку может быть потом вставим попробуем но смотрите у нас есть 8 битки давайте посмотрим сколько игр 0.1 1942 NES Adventure Island Adventure Island 3 в общем по алфавиту у нас игры раскиданы какой-нибудь давайте выберем кстати джойстик вот этот похуже чем вот был в той приставке крестовина вот мне не нравится тыкает не так четко короче кнопочки нажимаются крестовина не так четко нажимается да и здесь у нас на английском я так понял рома игр кстати на той 16 битной была тоже такая игра я вам наверное не показывал но именно такая игра она вроде как 8 битка должна быть там была не знаю записывал я ее или нет но но здесь со звуком нормально все и она не тормозит там с тормозами она шла я вот не помню если и со звуком здесь все нормально на 8 битке окей ну и так бы как качество картинки вполне вполне сносное так что у нас тут еще давайте еще что-нибудь вывернем что-нибудь такое так есть ли тут батл тотс батл шипс какой то есть биг нос биг фут бинари лэнд блок блок лэнд ну короче если каких-то даже игр нету то в принципе ничего так страшного нету а бакс баня крэйзи кэстл бургер тайм так это мы уже проходили в общем есть полно тут и друлик которые можно потыкать о контр форс ну-ка ну-ка это зачетная штука чувак с красным носом синяк дадим ему о все помнят эту фигню так мне что-то да ну джойстики кстати здесь похуже в отличие от той вот которая была крестовина не такая не такая отзывчивая но тоже ничего в принципе играбельная играбельная но после тех джойстиков как-то там четче они как-то были так с музоном тоже все вроде нормально я просто уже плохо помню эту игру как она выглядела и ах то блин граната мне в задницу так ладно ништяк ну чё круто крутоцкие игры тут и есть так давайте посмотрим что у нас 16 битках отжидает адамс фэмили аладдина аладдин ну вот на аладдине сейчас так я чуть не то нажал так аладдин ну-ка ну-ка смотрите здесь все окей со звуком чуваки так и на русском это хорошо все окей неужели здесь намного лучше все это дело идет так немножечко немножечко дергается картинка но в принципе играть можно здесь как-то со звуком получше но картинка более дерганая там вроде как-то поплавнее она все-таки была так ребят тоже ну короче не идеально все это дело там все-таки была картинка поплавнее хоть со звуком были проблемы в общем идеального нету эмулятора лучше если играть в батл тоц то все-таки играть на нес то есть на на супер нинденде тут смотрите ну я не знаю вам видно нет тут проблемно короче картинка тоже такая лягушка расплывается с графикой какая-то проблема если со звуком все нормально то с графеном здесь не все гладко то ли здесь задержка то ли джойстик так говняный нажимается что-то одно из этого одно из двух все таки мне кажется что все таки хами 4 намного лучше этой приставки так да уж ну с визуальной точки зрения конечно здесь не очень но со звуком все окей даже ком комбинации никак не получается вот что-то вышло так ну-ка давай-ка бруталити какой-нибудь так ну чё ну чё играть можно играть можно чё чё поделать так у меня супер супер защита ничего такая у игра все 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 проверяют почему-то танчики мне почему-то никогда не нравились танчики а я редко в них играл мне больше galaxy нравилось пишите в коментах как в какие вы играли игры если конечно вы играли в такие игры вообще так глянь чё чё тут восьми битчики есть то пожелание кстати поиграть восьми битки почему-то больше чем играть какие-то там 16 битки игрухи я думаю что здесь такие неплохие вот дабл драгон 3 есть даже дарквин дак нихрена себе это я заценю так кстати на восьми бит восьми бит на игра не такие на английском языке ну а нас это не пугает давай скучь мак дак а им дак не дак вот это крутая штука конечно картиночка не плавная не плавная картинка так ну чё рубиться можно но отзывчивость конечно не очень короче если хочешь играть нормально такие игру ли то ставь все это дело на нес все таки нес но супер ниндендо мини думаю что вне конкуренции если только нужно заморачиваться короче что то я увлёкся зависим наверное так пока не пройду так вот здесь жесткое место на котором все фейлились раньше и у всех подгорал пукан здесь поначалу на этом месте вот как у меня сейчас все сначала это жесткая игра и здесь нет сохраненок так что эта приставочка для хардкорного геймера наверно покруче будет сейчас бы на снес я бы отмотал назад где я упал и продолжил с того места а здесь нет хренушки на нынушки играй как в старые добрые времена без сохраненок без перемоток все все по жесткому все как было раньше но даже на обычной дэнди все таки плавность картиночки она не такая дерганая здесь почему то все таки дерганые картиночки но ничего это все таки все таки это приставочка конечно будет получше чем то что мы увидели до этого но все таки подделки вот эти вот они остаются подделками даже думаю лучше если взять те которые сейчас на картриджах они наверняка будут получше чем то что заряжено в эти приставки в этих приставках наверно какой-то эмулятор а там все таки на как бы на уровне железа все это дело сделано поэтому надо сравнивать в общем сравнивать я не знаю у меня просто sega сейчас тоже стоит около полторашки dandy тоже около полтора до двух тысяч так что было бы неплохо сравнить сейчас то что продают ну что давайте на sd карточку что-нибудь накидаем музычку и картинок и какую-нибудь игру и проверим работает ли sd карточка здесь так пробуем sd карточку так смотрите я вставил sd карточку там есть одна мелодия одна фотка и пару игр battle toads и mortal com музыка нажимаем непонятно зачем вот эти вот иконочки сделали sd карточка нажимаем видим наши папки в принципе карточка сразу определилась FAT32 отформатировала все так пробуем фоточку ну вот нормально показывает приближать ничего в принципе нельзя хотя подождите смотрите здесь есть тип альбом да есть такая штука как альбом можно листать фоточки так можно их да есть какой-то менеджер менеджер фотографии если побольше сюда закинуть то их можно наверное чтобы они листались там фотки свои просматривать в принципе случайно переход даже с переходами жалюзи и все такое прикольно такой менеджер прям нормальный вот переходики так давайте попробуем музыку поставить музыку ставим пауза все перемотка так тут где-то еще настройки какие-то есть наверное да смотрите даже эквалайзер можно да действительно даже эквалайзер можно менять приколись круто что тут у нас еще есть просто попробуем включить игру включаем игру музыка прекращается игра начинается в принципе приставочка если честно вполне неплохая если бы не говеные джойстики вот в той приставке которая была до этого которую я сдал с джойстиком вообще не было никаких нареканий крестовина работала отменно кнопочки отменно здесь кнопочки более-менее работают а вот крестовина за счет убогой наверное резинки которая там стоит просто невероятно просто отстой играть вообще не по кайфу вообще не по кайфу видите надпись магистр нахрен не берите приставки где написано магистр какой-либо а так вообще титан 2 блин я не знаю джойстики только купить нормальные для этой игры ну нахрена джойстики нормально покупать когда можно просто найдите короче нормальную хэми 4 я все таки еще наверное попробую ее найти и проверить как она так вот эта приставочка конечно мне понравилась побольше чем предыдущая то есть за счет вот этих функций различных но джойстики здесь оказались полным говном хоть они вроде как на вид одинаковые но крестовина но ни о чем да можно что-то сделать но не информативно короче я кстати недавно играем на эмуляторе на андроид приставки с джойстиком от xbox я в принципе довольно таки далеко прошел дошел до дайте до ледового до ледового уровня с кучей жизней и на джойстике от xbox было играть вполне комфортно и вот до ледового уровня я просто на одном дыхании просто пролетел короче до того уровня он там запоролся на снеговиках вот а так вообще прям без сохраненных без всего до снеговиков с кучей жизней прям удовольствие поиграл здесь же удовольствие я не получаю от игры так что блин спорное спорное конечно решение сейчас я играю с sd карточки все нормально джойстики в джойстике вся проблема так что ребят на данный момент из ретро приставок самый лучший я думаю все таки можно считать ниндендо мини хотите ретро гейминга ну да если захочется закачать игры вы просто заранее игры ну как бы в папку соберите какие вас интересуют и все вот это закачивается вот на эту приставочку дэнди сега да там какой-то туториал надо почитать чтобы как все это правильно залить но вы будете получать от игр удовольствие так что пять тысяч можно заплатить вот за эту штучку а вот эти вот всякие титаны хэми шмэми это полное говнище особенно если где-то написано магистр видите надпись магистр ни в коем случае не берите по поводу хэми 4 я еще сомневаюсь я ее не видел я видел только хэми из д сегодня с вами хэми из д джойстики мне понравилось а сама приставка оказалась говнищем осталось только попробовать хэми 4 если вы хотите чтобы я ее проверил то ставьте лукаса и пишите в комментариях а на сегодня у меня все а вот такой у нас сегодня ролик получился про приставки ретро гейминга все всем удачи и всем покедово